Прима-касса В проекте о внесении изменений в закон о некоторых мерах по реализации государственной программы Прима-касса не указано, по какой причине вносятся эти изменения. Мы пытались узнать об этом у министра экономики и информационного развития Дмитрия Алаеба, однако он не ответил на наши звонки. Также мы обратились в управление по связям с Диаспорой, чтобы получить их комментарий на исключение Диаспоры из программы Прима-касса-плюс. В пресс-службе учреждения нам сказали, что не могут дать ответ и предложили направить им официальный запрос с приложением, принятых парламентом изменений. Молодые люди, которые решили зарабатывать на жизнь из-за границы, говорят, что не видят смысла подавать заявку на участие в программе Прима-касса-плюс, потому что не хотят влезать в долги перед государством. Им удобнее снять жилье или купить его на накопленные деньги. Делается выгоду кому-то, а не только не нам. Скажем так, даже это Прима-касса-плюс, типа мы как-то разрываем, ну их карман, а не наш. Если было бы более по-человечески сами условия, то окей. По отношению к людям? Ну да, скажем так. По отношению к молодым семьям, правильно? Лучше взять кредит у банка, либо просто накопить. И смысл переплачивать 30-40% за стоимость этого жилья. Работающие за рубежом граждане говорят, что им не хотелось бы влезать в долги. По большинству своему это лишняя ответственность, мне кажется, поэтому проще брать в аренду жилье. И на этом семье и держатся. То есть они не привязаны к стране. Кажется, сейчас не особо разумно покупать квартиру еще и в кредит. Ты выплачиваешь ее, выплачиваешь, и тут вам неизвестно, что будет завтра. А некоторые люди, чьи дети живут или работают за рубежом, рассказали нам, что исключение диаспоры из программы Прима-касса-плюс является дискриминацией, поскольку все граждане в своей стране должны иметь равные права. А обещания правящей ПДС вернуть диаспору домой, по сути, оказались мифом. Все люди должны иметь как бы права одинаковые, проживающие на заработках. Предоставляйте нам работу дома в Молдавии, тогда никто не будет разъезжаться. Мы считаем, что если у меня, допустим, муж гражданин одного государства, а я гражданка Молдавии, почему мы не можем иметь таких прав? И делать все возможные, чтобы молодежь не уезжала, а поднимала экономику с своей страны. Я считаю, что у всех должно быть право, но если власти считают это невозможным, то будут проблемы с переводом оттуда денег. Им решать. Государственная программа льготного ипотечного кредитования Прима-касса, перезапущенная президентом Майи Санду в Международный день семьи в преддверии выборов главы государства, вызвала критику в общественном пространстве, поскольку раньше, когда эту программу продвигала демократическая партия и ее лидер Владимир Плохотнюк, ПДС неоднократно критиковала этот проект и намеревалась его отменить. Однако сейчас действующая власть реанимировала программу Прима-касса, аргументируя это тем, что они хотят улучшить жилищные условия молодых семей, облегчив им приобретение жилья.